16 автофур с оборудованием, реквизитами, декорациями, костюмами и животными накануне прибыло в Сочинский госцирк. Всё необходимое для грандиозного шоу находится в закулисном фойе. Уже завтра артисты начнут прогоны. К репетициям готовятся и животные – лошади, страусы, верблюды, ламы, львы, тигры, немецкие доги, обезьяны и многие другие. Дебютировать на манеже курорта будет и вот этот малыш. Стефан появился на свет полгода назад. Родная мама отказалась от первенца. Усыновила лемура, добрая Стелла. Растут животные, с каждым визитом становится всё более феерическим шоу королевского цирка. От полюбившегося публики два года назад шоу «Пять континентов» осталась только легенда. Новые номера, авторские декорации, две тысячи эксклюзивных костюмов. Сказочная мистерия, построенная на синтезе эстрады, цирка и мюзикла, почти на три часа окунёт зрителей в яркое и чарующее действие. На арене появится рояль, осыпанный кристаллами Сваровский, из которого брыжут фонтаны, а среди струй воды немыслимые трюки выполняет эквилибрист. Римские гладиаторы появятся на колесницах, в которые запряжены величественные вороны и фризы. На манеж выйдут пегасы, племена индейцев и состоится зажигательный бразильский карнавал. И это далеко не все захватывающие действия, которые подготовлены для зрителей. Премьера этого спектакля прошла в московском цирке Никулина. Мы почти год отработали в Москве. И дальше мы поехали по городам России. И вот летом приехали сюда в Сочи. Премьера нового шоу Королевского цирка «Гиерадзе» состоится 23 и 24 июля. Далее представления будут проходить по четвергам, субботам и воскресеньям. Подробно ознакомиться со временем и приобрести билеты можно на сайте royalsocus.ru или в билетных кассах сочинского цирка. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.